Здравствуйте, уважаемые оренбуржцы! Здравствуйте, братья-казаки! Состоявшийся 12 апреля областной учредительный круг казаков создал новую организацию Первый отдел Оренбургского казачьего войска. Выбран и атаман. Им стал Виктор Каргалов, возглавлявший существовавшее до этого Оренбургское отделское казачье общество. У здания агропрома и внутри него казачья форма в перемешку с милицейской. Такое наблюдалось впервые за всю историю возрождения казачества в Оренбуржье. Стражи порядка не хотят повторения инцидентов предыдущего казачьего круга, или у них другая миссия. Предположений можно строить сколько угодно, но фактом остается то, что и на этот раз В зал, где казаки должны были решить свои главные задачи, доступ дан не всем. Казаки станицы Славянска здесь находятся, потому что нас не пускают на учредительный круг. В данный момент мы тоже хотим быть учредителями, но нас не пускают, потому что мы им не понравились. Мы первые в области зарегистрировались по закону, как регистровое казачье общество. Они решили использовать свой административный ресурс, они решили нас не пускать, потому что у нас большинство, и мы можем сказать свое веское слово. Вот сейчас мы понесем письмо на круг, официальное, здесь которое написано, что это губернатору, всем правительству, Кула-1, обращение, что мы и регистровая организация, что нас не пускают вот это письмо, все подписанное нашим управлением. Сейчас мы вручим в двух экземплярах, одно останется у них, одно останется у нас. Почему нас не пускают, чтобы было заверено документально. В казачьих делах опять все не так просто, а ведь казаки, прибыв на круг из разных районов Оренбуржья, хотят видеть свое общество сплоченным и дееспособным. Они проникли с серьезностью задач, и нет смысла останавливаться в начале пути. Во-первых, наверное, что все-таки эта организация состоится, и что казачество на территории Оренбургской области станет более сплоченным. И, наконец-то, нас заметят, обратят внимание, будут поддерживать. Ну и мы, в свою очередь, тоже будем служить на благо России, на благо Оренбургской области и Оренбургской земли. Наша организация видит свою задачу, это прежде всего воспитание будущего поколения, наших детей, их духовности, нравственности, чтобы сделать из них настоящих граждан России и воспитать сильных духом мужчин и, конечно, любящих женщин, казачьих, девушек. Перед областным учредительным казачьим кругом стоит несколько главных задач. Создание новой организации, первого отдела Оренбургского казачьего войска, утверждение его состава и структуры, выборы атамана. В соответствии с законом о государственной службе российского казачества, на учредительном круге 26 казачьих обществ, прошедших перерегистрацию. На сегодня зарегистрировано, я хотел бы, чтобы эту цифру запомнили, 5209 казаков. И плюс еще 10 обществ, которые, в общем-то, хотят еще оформить документы. Оренбургского отдельского казачьего общества больше не существует. Вместо него по решению казачьего круга утверждается первый отдел Оренбургского казачьего войска. От имени организационного комитета предлагаю учить первый отдел Оренбургского казачьего войска. Если нет вопросов, прошу голосовать. Единогласно казаки утвердили и первый отдел, и его устав, и его структуру. Атаман Оренбургского казачьего войска счел необходимым дать присутствующим некоторые разъяснения. Чтобы исключить ту путаницу, которая возникает у некоторых казаков в связи с применением закона о государственной службе российского казачьего, некоторые считают, что войско подлежит регистрации. На самом деле, юридические войска существуют, и те документы, которые в войске были раньше, они есть. То есть структура войска остается прежней. И те, как говорится, шальные мысли, которые уходят в некоторых буйных головах казаков о том, чтобы создавать какое-то другое войско или составить каких-то других структур, они беспочвенные. И прошу вас в такие, как говорится, дискуссии не вступать, а поддерживать Оренбургское войско-казачьего общества. У любого города казачьего? У любого города казачьего. Была сделана атаманом и оценка работы Оренбургского дельского казачьего общества. К сожалению, мы не отличались особой активностью за прошедшие три года. Не будем, как говорится, внедряться в причины их. Но что на сегодняшний день перед нами стоят новые задачи. Эти задачи мы можем решить только тогда, когда объединилимся между собой. Когда у нас не будет таких выводов, которые были в ближайшее время, в прошедшее время в газетах. Когда мы объединимся тесно с представителями власти областной, когда нас будут понимать, когда с нами будут считаться, когда нас будут привлекать к решению государственных дел, тогда у нас не будет ни раздоров, ни других курьезных вопросов. Вопрос о серьезной государственной политике в поддержку казачества обсуждался всеми выступающими. Федеральное министерство не торопится в разработке механизмов реализации президентского закона о государственной службе российского казачества. Нет у них и специалистов по этим вопросам. Так что у казаков один выход. И он, похоже, наиболее действенный. Самим идти во власть. Самое главное, что я здесь в этом зале вижу глав муниципальных образований, которые пришли и участвуют в этом круге в казачьей форме. И таких людей здесь можно насчитать очень-очень. Нет, не очень-очень много. Но уже больше, чем это было раньше. Я считаю, что этот образ знак использует законные пути не только взаимодействия с властью, но и принятия решения в органах власти. Это просто обязанность рентгутского казачества. Вы должны этим вопросом заниматься. Отмечу, уважаемые господа казаки, что сейчас в Государственной Думе мы имеем 7 депутатов Государственной Думы. Двое из них являются председателями комитетов. Причем комитетов, которые имеют прямое отношение к деятельности казачества. Это комитет по культуре Ивлеву Григорьеву Петровичу его возглавляет. И комитет по обороне его возглавляет генерал, боевой генерал Виктор Михайлович Заварцев. Это наши депутаты. Давайте их приглашать и проводить с ними встречи, чтобы, может быть, не на круге, а в узком кругу уже с представителями всех казачьих обществ, с ними поговорить и поставить перед ними задачи. Правительством Оренбургской области разработана программа, объединяющая интересы казаков и власти. Мы стоим на пороге принятия нашей областной программы поддержки казачьего Оренбургской области. Она долго уже ходит по коридорам государственной и муниципальной власти, но я хочу, если и не дать сейчас здесь слово, то, по крайней мере, пообещать, что мы с Александром Сергеевичем Трубневым, как председателем профилактического комитета, приложим все усилия, чтобы эта программа появилась в этом году. Да, программа требует дополнительных финансовых средств, но без государственной, в том числе и финансовой поддержки, программа не нужна. Констатация не нужна. Нужен рабочий документ. Правительству необходимо единое и цельное казачество. По его мнению, кандидатура Виктора Каргалова в новых условиях по-новому сплотит казаков. Я бы хотел обозначить официальную позицию органов государственной власти, губернатора, мою личную позицию. Значит, нам не нужно красное казачество. И нам не нужно белое казачество. Нам не нужно казачество атамана Петрова, атамана Сидорова, атамана Егорова. Нам нужно оренбургское казачество, нам нужно российское казачество. единое, которое было бы вместе с властью объединено и работало бы на благо нашего государства. Позвольте себе высказать тоже нашу официальную позицию. Очень бы хотелось, чтобы все добрые начинания, пускай и при есть определенных недоработках, от этого никогда не уйти, но все добрые начинания, чтобы все продолжились на территории нашей Оренбургской области. И эти добрые дела по-прежнему были бы связаны с именем Атамана Каргалова. А решение принимать вам. Кандидатура Виктора Каргалова ставится на голосование. Предлагается избрать на должность Атамана 1-го отдела Каргалова Виктора Ивановича. Это решение принято оргкомитетом единогласов. Вновь избранному Атаману остается вступить в должность по казачьим законам. На крестовом же творящем кресте, на священном писании присягают служить верно, не щадя жизни и имуществу своего. Беречь казачью честь, приумножать расстояние Оренбургского воскового казачьего общества, беречь казаков. Я вам отец, вы мои дети. Люба Атамана! Люба! 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 Казаки сделали свой выбор. Теперь остается начать серьезно работать. И все сказанные на круге слова о сплочении Оренбургского казачества были бы в кон, если бы не звучали подобные высказывания. Не пускают, мы пойдем своим путем. Законным путем, спокойным. Что делить казакам? Будущие оплачиваемые должности? Расположение власти? Дальние перспективы, связанные с развитием казачьего движения? Все это не стоит памяти предков. Необходимо просто помочь стране. По-мужски. Ведь иначе ничего не надо было начинать. И памятник этот разве не стоит того, чтобы с чистой душой стоять у его подножия? Белое движение в годы гражданской войны. Что мы знаем о нем? Рассказать об истории Оренбургского казачьего войска вместе с нашими казаками взялись и московские историки. Впервые российский исторический журнал «Родина» в рамках сотрудничества с губернатором Оренбургской области Алексеем Чернышевым, вошедшим в состав попечительского совета журнала и Министерством информационной политики Оренбургской области, представил оренбургским казакам результаты своей многолетней работы в изучении белого движения. Только в последние два десятилетия историки, серьезные исследователи обратились уже к самим источникам о белом движении. То есть мы подводим какой-то своеобразный итог этому, этой работе, потому что вышло за это время несколько сотен одних только монографических исследований, книг о белом движении, тысячи статей, скрытые богатейшие архивы, как в России, так и в русском зарубежном. Многие из этих архивов вернулись на родину, богатейшие реликвы. Сотрудничество журнала с правительством области уже говорит об изменившемся статусе оренбургского казачества. Похоже, казаки добились исторической справедливости. Оренбургью возвращено звание казачьего края. В Министерстве информационной политики, общественных и внешних связей Оренбургской области и лично министр Сергей Георгиевич Горшинин много внимания уделяют позиционированию Оренбургской области. И вот факт приезда сюда в Оренбург, в нашу область, в выездную редакцию журнала «Родина», журнала с традициями историческими, журнала, который сегодня распространяется в 30 странах мира. И тематические выпуски журнала, пожалуй, единственные из печатных изданий в России, которые делают такие выпуски. И последний выпуск посвящен как раз казачеству. Оренбург же – это край казачьего. Авторы публикации вошедших в выпуск «Белое движение» пытаются понять, какие цели и задачи ставили перед собой казаки, почему победная чаша весов в гражданскую войну опустилась не на их сторону. Книга об Атамане Дутове, а теперь и еще два новых издания. Оренбургский и московский историки Владимир Семенов и Андрей Ганин представили на суд читателей результат совместной работы библиографический справочник «Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска» и монографию Андрея Ганина «Накануне катастрофы». Созрел план издать справочник, биографический справочник по офицерам Оренбургского казачьего войска. И вот с 2002 года, около пяти лет, мы буквально каждый день переписывались, обменились информацией и сделали, я думаю, что очень неплохой сборник биографии, который может быть и можно считать, как по отзывам многих читателей, книгой памяти офицерства Оренбургского казачьего войска. Анализ персонали офицерского состава показал, что практически целиком войско выступило, офицерский корпус его выступил на стороне Белого движения в годы Гражданской войны, за исключением крайне небольшого числа офицеров, которых буквально можно пересчитать по пальцам. То есть наш справочник создает возможность понять более реально, более явно историю Оренбургского казачьего войска, представить, как она проходила в действительности. В справочнике 4,5 тысячи персоналей, офицеры Оренбургского казачьего войска периода его заката, на который пришлись войны. Русско-японская, Первая мировая, Гражданская, Три революции и эмиграция. Справочник включает в себя реальные факты, добытые из архивов Оренбурга, Челябинска и Москвы. В нем записи служебного пути офицеров, их семейное положение, боевые подвиги. Общество Славянское принимает гостей в своем знаменитом уже музее. У общества много дел, достойных звания Оренбургский казак. За них и благодарности от главного федерального инспектора области. Ансамбль «Казачья станица» отмечает юбилей своего руководителя. Мы присоединяемся к поздравлениям, прозвучавшим в адрес поэта и композитора Сергея Астафьева. Ансамбль «Казачья станица» хорошо известен Оренбургсом. Он участник многих праздничных концертов и фестивалей. Недаром и солисты, и его руководитель пользуются заслуженной славой у своих земляков. Это профессионал своего дела, который делает прекрасные аранжировки, прекрасные песни пишет. Коллективы, которые у него очень прекрасны. Это ансамбль «Казачья песня станица», «Купава». Поэтому человек в культуре очень неординарный. В общем, своим талантом, своими обработками, своими коллективами ни одно мероприятие в северном округе не проходит без его участия. Его музыкальные, все творческие аранжировки, они отличаются от других. В своей современности, именно 21 века. Этот человек, который ведет по жизни культуру казачества современной, который пропагандирует его. Мы с ним бывали во многих районах, вот в том числе со мной он был в Беляевском районе. Я помню, как на 8 марта женщины воспринимали. И после этого и казаков стали воспринимать по-другому, потому что там и границы, потому что там тяжелое положение связано с молодежью. Казаки – это те люди, которые должны помогать в этом отношении общества. И как раз ансамбль этот показывает, что куда молодежи наши идти, куда двигаться. Много теплых слов и поздравлений было высказано в этот день юбиляру от друзей, коллег-композиторов и, конечно же, от оренбургских казаков. Нас удивило и подкупило то, что вы один из первых в Оренбургской области как-то системно выстроили казачьи песни. Выпустили диск, и я говорю как бы в слух, правление отдела выкупило диски, и эти диски распространило казачьи классы. И сегодня, а их у нас в области около 45, сегодня ваши песни, или казачьи песни, которые выходили в первом альбоме, поются во всех школах нашего Оренбурга. Мы ожидаем от вас новых трудовых, как бы музыкальных успехов, которые помогут нам в становлении Оренбургского казачьего войска, Оренбургского отдела. Мы также поклонники его таланта, и ни одно мероприятие на нашем казачьем славянском базаре не проходит без выступления, без участия Сергея Николаевича. И я хотел бы еще добавить ко всем высказанным словам, вы знаете, он не только композитор, не только песенник, не только, так сказать, вот еще там хорошие такие слова сказаны, он еще человек. Какой казак без коня, а там целый тройки. Ну, значит, за здоровье Дуба! За здоровье нашего художественного руководителя! А пока споем, надо поздравить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ